приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата как стать антикваром и разбираться в ценности старых вещей это самый частый вопрос кто-то регулярно ходит в тир и упражняется меткой стрельбе кто-то тренируется быстро крутить спиннер а любители подлинного антиквариата совершенствуют свои навыки получая новые знания антикварный рынок регулярно пополняют подделками и важно следить за обновлениями технологий изготовления и изучать фальшивки на реальных примерах на моем канале бусти уже опубликован обучающий материал по государственным клеймом 1908 1917 года с примерами фальшивого антиквариата вам достаточно несколько раз посмотреть этот ролик и вы запомните основные признаки подлинности государственных клейм закрепить учебный материал помогут регулярные обзоры фальшивых лотов в которых мы рассмотрим выставленные в продажу подделки и изучим специфический мешковский маркетинг продавцов сомнительных товаров совочек для чая сахара редкой формы черн серебро 84 никаких совочков для сахара не существовало до середины 20 века сахар был кусковой отломанную ручку от столового прибора с фальшивым клеймом припаяли к обрезку от современной рюмки для наглядной правдоподобности на дно рюмки нанесли рисунок для такого фуфлариата следует создать отдельный раздел антиквариат для дураков редчайший комплект на горбачева знак герой чернобыля медали снг вывод войск орден депутат рсфср р 1 миллион рублей рассмотрим по отдельности набор из этого лота медаль за вывод войск из афганистана ее стоимость не превышает 1000 рублей знак депутата верховного совета рсфср на подлинных знаках всегда ставился винтовой зажим а здесь стоит обычная заколка от значка знаки депутатов выпускались только на московском монетном дворе и на обратной стороне знака ставились буквы мд монетный двор на фальшивке стоят буквы ммд такая символика монетного двора появилась после распада советского союза лицевую сторону знака торговец не показывает так как скорее всего этот знак переделан из современного для иллюзии подлинности на знаке нацарапали порядковый номер стоимость подлинных знаков депутатов верховного совета рсфср не превышает 30 тысяч рублей учитывая изложенное этот компонент лота самый дорогой это обычный значок общественной организации помощь чернобылю он не является ни орденом ни государственной наградой для фальшивого удостоверения на значке нацарапали фальшивый номер и зачем-то нацарапали перо производители фальшивок и продавцы сомнительного антиквариата глупые поэтому они не знают что документы на государственные награды заполняются на государственном языке в удостоверении к этому значку все заполнено на русском языке включая месяц напомню что ноябрь звучит на украинском как листопадень всего лишь за восемь с половиной тысяч рублей можно приобрести пару подобных наград в лучшем качестве с заводскими номерами и логотипами производителя по итогу подлинная в этом лоте только медаль завывод войск из афганистана при условии подлинности стоимость всего комплекта не превышает 50 тысяч рублей в то же время цена лота 1 миллион обоснование столь высокой цены лота вижу в крайней нужде торговца либо в его алчной тупости не позволяющий грамотно атрибутировать товары удостоверение горбачева почетный зритель московский театр современник автограф директора за время жизни михаила горбачева в театре современник было три директора олег ефремов галина волчек и виктор рыжаков удостоверение горбачева подписано директором театра современник без расшифровки обратите внимание в подписи первая буква н директора с именем Именем на букву «Н» никогда не было в Театре «Современник». Печать театра на удостоверении. Фальшивая. Полное название Театра «Современник» – государственное бюджетное учреждение. Малограмотные фуфлодеятели не умеют читать и пользоваться информацией из публичных источников, поэтому на бланке удостоверения и в печати театра пропустили слово «бюджетное». Производители фальшивых документов довольно часто совершают нормативные, исторические и грамматические ошибки. Это позволяет нам без труда определить фуфлариат. Несколько лет назад один деятель принес мне в магазин для продажи паспорт Василия Сталина и был очень удивлен, когда, даже не взяв в руки документ, я определил его как фальшивый. В Советском Союзе не было степлеров, и все документы скрепляли круглой, порезанной на кусочки проволокой. Во время Великой Отечественной войны контрразведчики по скобам от степлера на документах вычисляли немецких шпионов. Глиняная собака, упорно именующая себя волком, продолжает веселить фальшивыми лотами. В этот раз военная кастрюлька от Фаберже. На обычной кастрюле набили фальшивое клеймо Фаберже, а для придания правдоподобности еще и написали «Война 1914 года». Фуфлодеятели были очень неаккуратны и, когда набивали клеймо, согнули дно кастрюли. Фальшивое клеймо было плохого качества, поэтому буквы фамилии Фаберже не пропечатались. Будьте очень осторожны, приобретая товары у глиняной собаки. У нее каждый лот с сюрпризом. Воспаленная фантазия фуфлодеятелей рождает самые невероятные изделия. Серебряная рюмка секты скобцов. Вероятно, этот сосуд предназначен для ритуальной уринотерапии. Изготовить ровную рюмку фуфлодеятчикам не удалось. Чтобы не выбрасывать бракованное изделие, на дно рюмки приклеили искусственный камень советской огранки и змею, вырезанную из серебряной пластины. По версии торговца, змея на дне рюмки должна напоминать скобцам об удаленных гениталиях. По всей вероятности, змею вырезал из пластины и украшал резьбой школьник на уроке труда. На рюмке фальшивое клеймо для изделий весом до 8,5 грамм. С трудом могу себе представить покупателя подобного изделия. Памятный жетон в форме колокола «Коньяк Шустова» серебро 84. Подобные жетоны цепляли на цепочке к бутылке коньяка в честь 50-летия фирмы Шустова. Их изготавливали из посеребренной меди. На обратной стороне стояли памятные даты и логотип фирмы. Этот фальшивый жетон отлили из серебра. На нем заметны следы некачественной отливки. Для сокрытия признаков подделки кривого клейма его поставили на ушко колокола. В качестве аргумента подлинности торговец приводит фотографию только что откопанного из земли колокольчика. Но мы-то с вами опытные и сразу видим обман продавца. Серебро 84-й пробы содержит большое количество меди. И темнеет даже без агрессивной среды в ящиках для столовых приборов и в витринах антикварных магазинов. Для придания правдоподобности находке фальшивого антиквариата из земли торговцу следует подержать изделие несколько суток в навозе, либо покрыть его химической патиной. 1894 год. Фотография парадного портрета Марии Федоровны, которая находилась в Гатчине. Сзади ее рукой написана на французском и подписана. Это тиражная фотография портрета императрицы, который в настоящее время экспонируется в Эрмитаже. На обратной стороне надпись о том, что это фотография портрета императрицы Марии Федоровны. Образцы почерка и подписи императрицы Марии Федоровны можно без каких-либо затруднений найти на сайте президентской библиотеки. Серебряная сумочка или кошелек 84. Курящих людей становится все меньше и фальшивые портсигары продаются очень плохо. Однако если припаять к портсигару ушки и вдеть в них цепочку, а вовнутрь вклеить на клей момент куски ковролина, получается дамская сумочка. Приклеенный ковролин перекрыл фальшивые клейма, поэтому их поставили повторно на внешней части портсигара. Старинный мундштук серебро 84 проба. Из-под припаянного на поверхность предмета рельефа выглядывает часть фальшивого клейма. Вторая часть клейма перекрыта узором из скани с растекающейся разноцветной эпоксидкой. Серебряный театральный клатч 84 проба. Это еще один пример, как из фальшивого портсигара можно сделать дамскую сумочку. Государственные клейма и именники ювелиров у портсигара вставились на внутренних частях. Запрещалось ставить государственное клеймо при отсутствии именника ювелира. На этом фуфлориате одинокое государственное клеймо, в котором у девушки забрали кокошник и напялили на нее зимнюю шапку. Шикарный подстаканник серебро 84 пробы богатырская застава. Производителям фальшивок настолько понравились бородатые лица на подстаканнике, что одно из них вместо девушки в кокошнике решили изобразить на фальшивом государственном клейме. Вилка столовая серебро 84 редкость. Редкость здесь только тупость производителей фуфлориата, изобразивших фальшивое клеймо, и торговца, атрибутировавшего это клеймо как подлинное. Столовые приборы по технологии изготавливали прессом, что позволяло создать точную геометрическую форму изделия. Эту фальшивую вилку изготавливали вручную, а косоглазие мастера позволило создать вилку с зубьями различной ширины. Ложечка серебро 84 пробы. В фальшивом государственном клейме девушки вместо кокошника на голову одели роуч. Это головной убор североамериканских индийцев, состоящий из перьев. Ваза, чугунок, братино, на коронацию Николая II серебро 84 пробы. Этот лот классическая демонстрация маркетинга фуфлодеятелей. Лот находится в разделе «Россия» до 1917 года. В описании лота указано, что это имитация клейм Российской империи. У слова «имитация» есть несколько синонимов. Липа, подделка, фальшивка, пародия, подлог, фальсификация. Какое сюда больше подходит, выбирайте сами. На изделии фальшивое государственное клеймо и фальшивый именник ювелира Губкина. На дне этой подделки попытались изобразить герб Российской империи. И, как всегда, получилась пародия. В центре подлинного герба на щитке изображен Георгий Победоносец в развивающемся плаще и копьем убивающий змея. На этой фальшивке изображен спешащий куда-то по делам всадник с крыльями. И вот уже в который раз возникают вопросы к администрации интернет-аукциона о размещении фальшивок в разделе «Антиквариат». Настольная наградная медаль Нобеля МС Горбачева «Милан-2001 год. Нобелевская премия президент СССР бронза». Нобелевская медаль изготовлена из золота и выглядит несколько иначе, чем предлагаемая торговцем. Главная ошибка фуфлодеятелей в том, что они так и не научились читать. А награждение Михаила Горбачева Нобелевской премии состоялось в столице Норвегии, Осло, 10 декабря 1990 года. Принимая во внимание огромное количество торговцев, желающих называться антикварами, следует учитывать, что антиквариата на всех не хватает, поэтому они вынуждены торговать подделками и дешевой сувениркой, которую выдают за антиквариат. Модель ЗРК для военного совета. Раритетная и единственная модель по утверждению продавца. В редкий раритет эту выгоревшую, непродаваемую детскую игрушку конца 80-х, начала 90-х годов превратили всего лишь прицепив заклепками медную табличку с какими-то аббревиатурами. Не стану раскрывать здесь военные тайны, в то же время любому связанному с армией заметны ошибки в аббревиатурах. Музейный экспонат. Рожок для кормления младенца в серебро 84-й пробы. По версии торговца, эту штуку с острыми краями необходимо вставить для кормления в рот младенца. Я за свою жизнь никогда не встречал металлических детских сосок. Фальшивое государственное клеймо указывает, что предназначение изделия выдумано самим торговцем. На этой псевдо-соске установлено фальшивое государственное клеймо для изделий, везенных в Российскую империю из-за границы. И никакого именника российского ювелира на изделиях с подобным клеймом быть не может. Вероятно, ошибочная атрибуция связана с воспоминаниями торговца о детстве, проведенном с железной соской во рту. Выражаю глубокую признательность и огромную благодарность подписчикам моего канала Бусти. Ваша финансовая поддержка помогает созданию новых роликов и очистке антикварного рынка от фуфлариата.